ребятки всем привет вышел стрим да вы же знаете вы уже наверно мне пишите там где стрим падла забухал вся хуйня где перевод мудила в общем я решил сделать перевод с утра потому что нужно бежать и давайте в принципе начнем потому что времени особого нет просто посмотрите тянка прям изменилась вообще просто посмотрите на нее такая типа в курточке крутая прическа он сделал нормальный ну бывает нереально на самом деле смотрите она реально изменилась она стала красивее что ли или мне кажется что я просто давно на улице не выходил и делать не буду ах да сегодня они нам покажут ветку скиллов призрак но это будет новая локация встречайте в общем это сырый гост который был в скажите я скажу в в официальном геймплее тот самый первым там где всякие крутые типа оверлорд еще в конце был и в общем я самое первое видео она не очень удачная так что это пейте лучше в интернете короче фишка в чем лазить можно везде по но локация типа абсолютно открыта по их ним словам и самое хуенное это что это снег ну просто я блять обожаю эту локацию она такая красивая это пиздец а еще походу по карте вот синий это типа наша территория а красная типа какая-то крепость знаете но типа по синие ходят обычные бомжи на красную забежишь и все это типа как крепость и не будут туда сбегаться а вот постоянно ради давайте саду саду сады кипа это север мордора и типа здесь типа холода ну сами знаете либо Что я вам объясняю. Здесь холодно, немного другая живность берет. Мы попегаем и покажем вам немного верхних скиллов. Типа там говорят, что какой-то дым из... Или отсюда видно эту роковую гору. Но я чуть не вижу, потому что я видимо слепой. Или качество дерьмо. Давайте посмотрим на другую сторону. А, блядь, может натуре видно? Но я не знаю, я слепой кажется. Нереально красиво. Боже, да. Как я хочу в нее поиграть, ты пиздец. Блядь, как я хочу в нее поиграть! Просто посмотрите. Пиздец, сколько здесь можно... Здесь можно всю свою жизнь проебать просто. Блядь, я не знаю. Наверное, я не знаю. Наверное, я один такой человек, который ждет так сильную эту игру. Не знаю. Может ее опять засрут. Хотя хуй знает. Брэйс. 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 В этом скилу есть бонусная, ну так сказать, прокачка. Какой-то бонусный бонус. Идет, допустим, три ячейки. Верно? Это высасывание. С помощью высасывания ты получаешь жизнь. Верно? Это доминация. То есть, это некая прокачка высасывания. И при высасывании ты получаешь и хп, и бомжа, который будет драться за тебя. Но! Ты можешь убрать бомжа и просто поставить, допустим, высасывание стрел. То есть, как в первой части было? В первой части было, ты высасываешь, ты получаешь стрелы и ты получаешь бомжа, который дерется за тебя. В этой части не так. В этой части тебе нужно, так сказать, ну, самому разнообразить свое вот это, то есть, своего персонажа, да? То есть, ты его можешь собрать как хочешь. Так, короче, бросок кинжала. В общем, это позволяет нанести некий урон, да? И накопить себе шкалу, шкалу ярости, в общем. Вот этот новый метр, который позволяет тебе делать казни, вся хуйня, там, стрелы Вот эта прокачка, которая позволяет сделать критический удар Ну, кинжалами, то есть ты швыряешь, и ты в каком-то шансе получаешь крит Это бросок перевези То есть сразу три кинжала Это сразу пять кинжалов То есть по многим целям попадаешь Ну да, 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 бросок кинжала Критикал страйк А что в этой игре делает критикал страйк? Просто добавляет больше яркости? Я не понимаю, но бывает В первой части это было возможность казнить и проще И пускать огни в стрелы А в этой части все по-другому А в этой части все по-другому Комбинировать руны и скиллы Это понятно Вижу И хилится, типа да, да, да Типа есть руны, которые отхиливают кинжалами Типа стиль вампира Я бы не спрыгивал, а этот удар из стиль не использовал Варги по-прежнему в петре Ну уруки здесь явно, ну то есть лучше со стелсом борются То есть они лазят за тобой по стенам Они тебя чуют за километр Классно, классно И если ты пиздишь урука, а за стеной его напарники То они не будут стоять и, типа, не слышать То есть они прибегут на помощь Это кайф просто Это уже стандартный шайдопок морда Просто перепиздить бомбей Ну вот, да Она швыряет кинжалы и таким образом Типа быстрее себе набирает эту шкалу ярости Типа быстрее себе набирает эту, типа, шкалу ярости Да, я имею в виду, потому что Абилития, которые увеличат дамы Когда ты пасешь 10 хитов, например Нараз, на раз Вот там Варга забивает для Карагора А мне интересно, если убить всадника То есть Карагора зверей? Наверное Наверное, да Хотя, может, они приручают пол Прикор, ну типа Я не знаю, не знаю Абилития Абилития Эксикюшен Арэнн-блейс Джуджи Слитков Замениров Абилития Кинжалов Как уголь Са?! Какой уголь Типов Абилития Впоследствии Типов Моми Типов Моми Типов Снипер Семи Таргет и шотгун спред Говорят, что здесь типа как дробовик По всем попадает Разброфтах и типа Блин, наконец-то хоть какой-то геймплей Заебали вообще Молчат и молчат Уроды Уроды Через камни можно перепрыгивать Каким образом ускоряться А он просто пидел Я где-то такое видел уже В пыгре То ли форс-райк или шо Элли, они хотят тебе знать, что они действительно любили тебя в «The Last of Us»? Очень хорошо Это была хорошая роль для меня Да? Я надеюсь Так... Аааа Это он типа пошутил, потому что Игрушка есть такая «The Last of Us» Да? Эксклюзив для Сони Типа там тоже главная героиня это Элли И типа Он сказал, что в чате типа они любят Элли Но не эту атаку «The Last of Us» Рейнджет и первый скилл предейтера который позволяет бегать много Ну типа и все А потом вкачаю полностью ветку зверей Чтобы призывать там альф, караворов, там пауров Паурова Это не было первой части. Может быть, стилей с первой части. Но кроме этого. Мы в этом состоянии, особенно на высшем слайде. Мы в этом состоянии, где мы не можем просто ударить X и Y. Да, мы говорим про это. Мы были тестированы немножко Немесис просто для веселой. Мы нашли что-то. И мы шли вчера, где Элли играли, и это было два или три. Два. Два. Они не чап обсуждают, если что, вы не думайте, что я не перевожу из-за бомжа Он говорит, что теперь самое главное в игре, что мы имеем разнообразие, скиллов, то есть ты сам собираешь своего бомжа Поп! Поп! И мы не обрабатывали Элвен Лайт, который обычно называют Рейффлэш В Шадо Вору, это стандартный скилл Блин, ихуяси, и ты сможешь обогащаться, надо все скиллов покрасить А нет, стоп, два Получается клинок и потом само вот это Если не прокачивать клинки, а идти сразу сюда То вот два скила уйдет Точно, для того не обязательно прокачивать бомж на скилл Отвечающий ожог Бум, и все в огне Особенно если бочку рядом разлить с ядом, то будет этот супер огонь, который и яды, и огонь вместе, типа баллфайр, пум Ух ты, можно заморозить? Ммм Прикольно, я буду использовать мороз Он говорит, что это полезно с родами с ладыками Ну типа если у него страх или вся хуйня к яду, то ты пускаешь яды и он убегает Ну или огонь, ну или зиму Такая утка В зависимости от оверлота Так, стоп, оно что лагает? Или что? Ну или нет Ну или нет Ну или нет Ну или нет, что такое Кстати А не-не-не-не, это уже будет в следующем видео Так все Придется вам потерпеть Это такое, знаешь, заинтриговая на самом интересном месте Сейчас бы как Юджин или куплен оф на самом интересном месте оборвать ролик и все Будет охуярно Вот смотрите, они типа поджигаются Вот типа огонь и яд Зеленый О, да, да О, да, да, да Он в плохом способе Он проживает и уничтожает Пусть он Мы сделаем еще раз Поисон Но я хотела сделать Поисон И посмотреть, как люди умерли Ух, и все Умярно Блин, с них падают вот эти прокачки Так что так часто падают? Они так убегают прикольно Сбегите, он бессмертный Посмотрите, что поисон Поисон, когда мы убегаем сейчас Афекты Убегите, он бессмертный Убегите, он бессмертный Он рассказывает про вот эту прокачку, которую они сделали Типа что ядом взрывается Типа что, ну Бьешь об землю и все в яде Ну это типа инфа не расстанет Он говорит, что все десеркеры Имеют уменитет к яду Окей Полезная инфа И так что вы можете добавить Эти ограничения Поисон, когда вы поисли грох баррел Специфика Да, мы просто просто Фокусируем на этой Один ряда Но, ну, ты знаешь Я хочу снимать Нахуй огонь Абсолютно Я сушил мою муку Я извиняюсь за что Ну, одна из тех Я люблю, что вы его Как будто бы это Как будто бы это Как будто бы Как будто бы Ух Это он типа промышку пошути Один из тех Я увидел вопрос Это связано Что это застанет Что это застанет Открывать Абсолютно Открывать Абсолютно Абсолютно Если вы хотите Стоп Пауз Он говорит, что Даже если ты сражаешься Во время боя И тебе надоел я То ты ставишь на паузу Заходишь Меняешь на огонь Не все О, окей Этот человек Немного болит И так Как ты видишь У нас есть У нас есть Упсия Да Сотрите Клубки за ним Нихуя себе Они будут такие тупые В первую очередь По плану стелса Теперь нет Теперь нет Гляди, он поджегся Там видимо у нее Руна какая-то стоит Но они так часто подгорают Ого Молотком Прикольно Прикольно А я хотел анимацию посмотреть Блин Нихрена себе Пять кинжалов Он просто стоит Ему хоть бы хны Он не гуляет Он не гуляет Он бегает Он бегает Ты бачь Я могу Все Ну да Огонь конечно полезный Потому что они умирают От него сразу Там было написано Квест овейбл И Мина Сатиль Там было написано Квест овейбл Сейчас будет показывать зиму Сейчас будет показывать зиму Ну типа скилов Зиму 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 Да Не показалось Откатывается Правда Он спалился Так что Она Точнее Потому что она играет Да Я забыл Я забыл Какие скиллы у нас Я говорю Не тупые Смотрите Бегут хуй на этот кудо Потому что слышат Типа бои Классно Теперь в крепости Не так легко Тестелсить Как я думал Ну ладно Это немного усложняет задачу И все заморожены И все заморожены Ааааа Они короче Когда замораживаются Они начинают дергаться Типа Вырываются У нас есть Флори Или у нас есть У нас есть иная Так что Есть Это очень не стандартный Это очень классно Это еще один пример Помимо Эта У нас есть Эта Тоже не стандартный Скил Не стандартный Скил Я думал То есть это Молотком ебнуть И потом заморозить Это не стандартный Скил Ну кони Ну кони Я вижу несколько вопросов, которые спрашивают о трансферинге и о том, что внутри рейт-скилл. Если я спрашиваю вопрос, то мы сейчас фокусируем на рейт-скилл. В конце стрима, у нас будет время, чтобы не спрашивать. Для этого все будет фокусироваться на рейт-скилл. Или, может, это просто чит и она подрубила? Блин, эти ки-кл у них такая классная броня пиздец, это реально стоит играть. Я хочу, чтобы у меня был урк с такой броней. Именно железный такой прикольный. Она не успевает, потому что они прибегают и прерывают атаку. Бум! Если бы она не отпрыгнула, у нее бы сейчас получилось бы похудеть. А что в этой крепости нет капитана? Хотя на карте он есть. А, ну это заморозка всех. Это если у тебя есть заряженная вот эта сила типа похода. Или когда загорится красный вот этот счетчик. Хотя он, по-моему, не горит. Да-да-да-да, сейчас она получит красный синий и заморозит всех. Тогда, да-да, это поезда. Все, ну я окей. Я могу сделать это, и мы можем сделать это. И вдруг, получим возможность получить меня. Бум! 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 Вы можете сделать это, Элли. Просто поезда, пока вы ее биндите. Какого-то там? Это просто срень какая-то. Это не перестанет, чтобы умерить эти парни. Впоятно, это неˋ eine вратсклабельность. Это будет еще раз когда мы этоereем. Они просто не такие и такие онитупые, они просто не тупые! Они просто не тупые! Металл кабус, ты можешь напомнить врага после выхода? Еще не умирают после этого? Просто падают, найдем ее Не в этом специальном сетапе, но это действительно существует Здесь вы видите, что эффект шотган Она получила высокий хит-кантер и могла убрать 4 людей за свободу, если вы получили высокий хит-кантер А что если набрать? По-моему максимальный круг, а что это 40 Ну типа, максимальная большая атака это на 40 очков комбо Открывается Там вообще круг такой огромный Ну и вот эта хрень будет давать тебе критические удары, быстрее попал на счетчик Ну и эту и ярость Ну вот это типа, быстрая атака, да, вот это вот это Яşляп irrational Это смотрели года Я думаю это именно как-либо Не знаю как-то Он тоже так лопит в кулакон, типа обрушает, а потом ничем делать. Ну быстро и много раз. Он ставит наушники на зарядку. А то он говорит, что Талин пока подгорает, я пока отойду. Они не прыгают ни хуя себе. А это типа, когда ты добиваешь свою цель, то ближайшие враги начинают бежать в страхе. На самом деле, если руму поставить типа на увеличение страха, вот тогда можно будет просто крепости ломать багами. Божью. Я же придумал пару багов. Я хочу попробовать, когда их выйдет. Где капитан? Где? Не понимаю. Он где-то справа. Наконец-то. Приготовься умереть. Машина Ассасин. Классный череп. Скорпион. Гарл Скорп... Охуенно. У него даже огненное оружие, плюс Андерсерк. Бля, опять этот громкоговоритель вместо капитана. Короче, капитан сказал, приготовься умереть, а чел говорит, ну типа, приготовься заранее, типа, получать много боли получить, короче, прежде чем ты умрешь. Бля, он сразу цепь достал. Бля, он сразу цепь достал. Ну да, это же типа его расовый скилл, цепь. Потому что он из машин Трайба, инженеров типа. Бля, такой нихуя себе красивый инженер. Обычные инженеры зализаны, и ботаники, все-хуйня. Ну это такой у меня стереотип, я думаю. О, Карагор. Надо убить этого. Железненько. До сих пор они разговаривают о этом скелете, типа, что если ты убиваешь человека, то все ближайшие начинают убивать. Каждый один из них просто лучший. У них нет смысла в иметь их как опциях. Правда. Это очень много баланса. Это очень круто. Я имею в виду, даже последний, чтобы сделать шотгун эффект. Это стиль неинтересный. Давайте дальше. О! И голова взрывается. Прямо в бою. Ну да, как в первой части. Боевое клеймение оно называлось в первой части. Или боевое истощение. Как-то так. Рейт-три. Я бы прямо сказал Рейт-скрин. Рейт-три. Это в истории-три. Спецификально, относительно к длину. Потому что он позволяет делать быстрый длину. Так что мы будем... Короче, он говорит, что в исторических скиллах у тебя есть высасывание, которое позволяет тебе подхилиться. Но так как у них стоит прокачка доминации, то есть когда ты высасаешь во время боя чувака, то ты его еще и затамишь. И он будет за тебя драться. Это способность, типа, переводить орков на нашу сторону Типа, вместо, ух ты классный стоп-кадр, смотрите на экран На этот экран скилла, он весь белый В общем, он говорит, что вместо того, чтобы стоять, типа, клеймить их вот это, типа, когда он стоит, руку вперед вытащил, там, типа, вот эта полоска, она заполнится Он говорит, вместо этого ты можешь, типа, клеймить в бою и таким образом, типа, ну, правда, это стоит немного этой ярости, типа Она говорит, а тёлка сказала, что это, типа, отличный способ клеймить сломанных капитанов, короче Что за что, прицелься, используя истощение и нажми X, чтобы истощить дополнительного врага Каждое истощение использует фокус для каждой дополнительной цели Блин, это можно забегать с минимумом хп в крепость или в большую толпу Заклеймить одного, а потом на весь фокус, чтобы килимбримбор всех высосал и получить все хп Читы, просто читы Читы, читерский скил Вот этот паркур, он просто легендарный, ну, блин, это классно Он говорит, видишь, хп килимбримбор уже подхилил, а сейчас ещё и талион И этот чел говорит, ну, как я и говорил, что если у тебя есть доминация, то они не будут взрываться головами, а будут за тебя То есть ты ещё и хп получишь, и чуваков Блин, такой клевый паркур Довольно классно, блин Супер, я хочу Властелин ярости То есть истощение увеличивает ярость Да там совсем писечка добавилась Смотрите, он подходит, клеймит И там добавляется писечка Все, нахуя она Бесполезный скил найден Я уже нашел один бесполезный скил Это комплимент для гатча Это пеймент Пеймент Смотрите, можно выяснить Каптаны, это вопрос Я не знаю Если они украли или украли Ладно, давайте попробуем Да, мы должны попробуем Окей Я люблю это Мы собираемся быстрее И пытаемся выяснить Каптана Или комбат Аааа... Типа... Чтобы убить капитана вот этим... Ну разломать его на лед А не имею в виду, типа, ну, ведущий стрима спросил, можно ли, типа, разломать Капитана на лед? Вот как сейчас покажется, типа, Капитана именно, а не бомжа. А он говорит, что, типа, это реально, типа, если он сломнет, вот все, бум, и он ищет. Блин, вот тогда он точно не воскреснет, сука. Больше не будет с Мэнфю. Истощая или доминируя врагов, полностью восстанавливает здоровье и дает ярость. Ни хрена себе. Полное ГБ? Что-то как-то сломанный скилл какой-то. То есть, во время боя ставишь этот скилл, у тебя мало хп, подходишь, бомжа доминируешь, и все, у тебя полное хп. Что за хуйня? Это как работает? Это игра для детей? Я не понимаю. Уберите эти скиллы на самом сложном. Ну, так не должно быть. Нет. Платит. Я отрабываюсь. Спецификально, гейтинг рафф. То есть, если мы комбинем эти два, то, что у нас будет супер-жемпинг, как много раффа вы получаете. Что мы будем сейчас. Ой. Ой. Умри. Он его ногами откинул. Прикиньте, какие у него ноги сильные. Смотрите, они тупо его не могут пропустить. Они за ним охотятся. О, ярость. Это мне так нравится, блин, этот режим кольца. Просто посмотрите, он всех вокруг раскидывает одной атакой. Итак, здесь есть рафф. Так что вы можете увидеть, что рафф происходит. И мы вспомнили, почему это круто. Потому что, вау, это было очень круто, по примеру. И тупо все умирают. Это так клево. И все, и площади врагов нет. Как не было, блядь. Как она набирается? Так что, она истощением набирается вот этот крутой режим. Блин, из каждого падают эти геймки. Это пиздец. Посмотрите, на ярость. Она довольно быстро набирается, если истощает. Так, стоп, он что его тащил? Он помогал тащить раненого луку, или что? А, нет, они просто друг в друге застрелят. Вы получаете extra bonus from dominate, и вы получаете extra bonus from consume. И вы вертолизаете, плохая, плохая. Надо получить эту мать. Надо получить эту мать. Что она всех изуверствует, ебашит, я не понимаю. Это что ей дает? А, ярость. Так что, давайте посмотрим, что еще один из этих геймоков. Давайте посмотрим, что у нас есть. Это что такое? А, истощение работает на ологах. То есть, для этого нужен скилл, то есть, их так просто заклеймить нельзя. Интересно, на них работает удар из тени или нет? Ну, наверное, работает, но не убивает, а только коцет. Там, по-моему, в одном из моих видео был момент, когда ты прыгал на олога рекрута, но не убегал его с шедоу страйком. У него тапухи такие, сразу идут. Тупо на крысу за секунду залезают. Олог-каптан, который ты борешься, и он уничтожен. Это хороший шоккот, чтобы... О, абсолютно. Карагор даже лазит за тобой по стенам. Они ищут олога, если что. Если я просто, может, затупил, они ищут олога. Если в переводе, они ищут олога. Чтобы использовать, ну, показать, как работает этот скилл. Он говорит, что Мириума и Гемки могут падать с бонжей. Обычных. Ологов не видать. Мы можем. Я должен искать все, чтобы все осталось. Мы можем искать все? Все, 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 вы посмотрите на нас. Нет, ничего не случилось. Не забудь, что это произошло. Здесь ничего нету. Забудь все, что ты видел и слышал. Тупо заспавнила их, короче, походу. Бля, мне смс-ка пришла. Что за хуйня? Киевстан, ну иди нахуй. Бля, по воде я бегать буду на гораус. Супер, я так хочу. А ему похуй, у него много хп. Во, наверное, не дамажит вообще вот эти кинжалы. Гулова у них такая клевая. Блин, как у Саурона. Блин, я тебе буду клевить самых охуенных хвахар. Нет. Что, типа задоминить? Нет, он вроде не помел. О, мы не имели доминацию? Да. Ты уверен? Да, смотри. Он выглядит, как он уехал. Бля, мы имели доминочку. О, мы имели доминочку. Бля, мы имели доминочку. Она забыла поменять, короче, на доминочку. И он, ну, не доминировался. Это все, что у него нет, выявляется. Бля, да. Есть, кто контроль и концы. Ну, тогда мы не получили больше, чем он. Таким образом, он просто издалился. Ну ладно, пускай идет. Господи. Смотрите, вот. Вот справа урук, не который последний, а от которого сейчас Талли он ударит. Какая у него крутая броня, я хочу такого капитана. Вот именно такие железные пластины, они так смотрятся классно. Смотрите просто на него. Ему не хватает только реально капитанства, смотрите они как он охуенный. Но чем, 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 чем мне нравится такая броня? Хуенная, классная броня. А у капитанов какая-то хуйня вообще. Ну, правда у некоторых, по-моему у вармонгеров классная броня, они же тоже в железках ходят, они же воины. Ассасингов капюшоном, блядь, постоянно лайзет, с кинжалами, блядь, крысу хуярит. You are mine. О, кто у нас тут есть? У нас тут, по сути, никого и нет. А где капитаны хоть какие-то, чё, нету что-ли? В смысле выйти? Зачем? Зачем она? А, видимо, случайно может выйти. О, это фантастик. О, тревога спала, блядь, точно, я забыл вам сказать. Они говорят, что это их, типа, то, что они сделали разнообразие скиллов, типа, увеличивает разнообразность ведения боя. Вот это изуверство просто классное. По-моему, да, он говорит, что у них остался один скилл. Блядь, я уже объяснил своим зрителям, что это, когда ты, с помощью этого бонуса, когда ты, блядь, высасываешь бомжей, ты высашиваешь с них выстрелы. То есть, без этого скила выстрелы пополняться не будут. То есть, это не так, как в первой части. Ну да, говоришь, что сейчас это уже всё. Типа, разобрали по частям. Ну да, он говорит, что, типа, когда ты используешь, допустим, из ветки предейтера, помните, вот эту, типа, использование, использование Килимбрембора, когда он бегает, типа, или казнит, или клеймит, поняли? Ну, типа, цепочкой. То есть, такой, подходишь, клеймишь одного чувака, потом Килимбрембор за фокус, у тебя прыгает и клеймит чуваков. Таким образом, ты можешь с помощью скилла ярости, типа, заклеймить дохуя себе чуваков с помощью доминации, или с помощью ярости постановить себе полный метр. Потому что Килимбрембор так-то за время, ну там, четырёх-пятерых точно заклеймит, плюс твой, он шестой, и получается у тебя почти вся вот эта полоска ярости заполнится. И ты используешь режим кольца, и всех их за секунды распияешь. О, автоматически подбирает лут. А вот это полезный скилл. Да, он должен быть активным. Это полезный скилл. Не нужно вот это, типа, молоток высовывается. Реально, просто пробежал мне мору, и она пробиралась, это классно. Это мастхэв просто, смотрите, просто пробежал и все. Увеличивает твой шанс на высококачественный лут из капитанов или высокоуровневых орков. Ну, прикольный чё. Молоток выпал. Потом идет, увеличивает скорость доминации. То есть, вот это, когда он руку, ну, вытягивает вперед, и такой, типа, полоска идет. То есть, теперь смотрите, как быстро, и все. Интересно, можно прокачать все скиллы, если он 50-го уровня? Нет. Нет, нельзя. Накинул, посчитал, нельзя все скиллы. Но мастхэв можно. 19, 23, 42. Ну, так себе, блядь, честно говоря. А если 46 и плюс? Да, ну, не. Тогда придется скиллами истории жертвовать. Ну, в общем, это жестко, жестко. Ты чё, экономить надо, пиздец? 26. Да не, все равно плохо получится. Эх, блядь, ничего, что-то придумаем, ребята, что-то придумаем. Это чё? Увеличит твой шанс получить высококачественные гемки. А, ну ладно. Бум. В живот он сдох. Как это? Как это? Он был ласкай. Видимо, он был коттаном. Видимо, усиленный выстрел какой-то. Бум. А, да-да-да. Предейтер, это точно. Да. Что-то в чате говорят. Ну да, он немного фонит. Ну, иногда немножко фонит. Даже на записи стрима. А-да-да. Блядь. Это не ярость. А Майт это что-то типа власти, силы какой-то. Полоска силы, власти. Это не полоска ярости. Которая оранжевая, это полоска силы, оказывается. Ни хрена себе наш бомж раскидывает. Ни хрена себе наш бомж раскидывает. И я соберу все это. Ооо. Ё мэготь. Ооо. Во, во, во. Смотри. Ах, блядь, опять этот имперский шлем. Иди нахуй. Засада? В смысле? Прямо сейчас ты думаешь... Я вступил в говно. Когда поднялась тревога. Твоя вторая неудача была моя команда. Типа, ты меня типа убил, короче. Ну типа, мою команду перебил, что ли? Интересно, вот смотрите. Он пойди сейчас должен как-то призвать своих бомжей, да? Сейчас посмотрим, как это будет. Боже, он такой уродец. Я имею ввиду вот этот шлем. Такое дерьмо. Откровенно. Не, он красивый. Но шлем нет. Нет. Он должен сейчас затрубить или... А, во, правильно, он рог. Он затрубил. Сейчас все уроки сбегутся, блядь. Сейчас вся эта... Вся бомжарская. Видите? Он просто подбирает. То есть, пробегая по ним и подбирает. Убивайте волны врагов. Отключает. Сигнализирует. О, она сейчас будет захватывать аутпост. Бля, какой он уродец. Роботорговец. Покер. Убивайте волны врагов. Отключает. Сигнализирует. Это, видимо, если ты вырубаешь аутпост, то в крепости тоже бонусы снимает. Какая у него клевая броня. На шлемах, но как всегда. Тревога. Позволяет вызвать помощь. Короче. Убить врагов. В крепости. Окей. Требуется для дополнительной задачи 3 казни. Окей. Опять, здесь уже у него все депутации. Причем заметьте, капитаны не пропали, то есть карта не.. Карта не.. Ребаланснулась. А, это бонус. Убиваешь! Я устрою. О, очень хорошо. Сморошая. Весь этот шум который ты поднял это не сигнализация Блин он такой он еще берсерк Прикольник Подходи и будь убит короче замордован Блин тут все капитаны это три капитана Гляньте 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 у него у него свои бомжи есть он 22 уровня Он атаку он 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 дамажится он дамажится от зверей Нихрена себе воин который приходит в ярость в битве берсерки злятся когда дамажит других Охуеть 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 Рампэйдж Щилд Квейк Трайбонус Террор Чейнж Охуеть Но правда он урод так что О ну да вот как я и говорил что они приходят в ярость от повреждений Плюс иммунитет к старшим Плюс иммунитет к старшим Давайте призовем своему капитану и он выйдет Ну я бы хотел так сделать конечно Но он не выйдет так что я не играю типа Гляньте за капитанами берают бомжи То есть у них своя пати есть Куда он уходит я не понимаю он просто бродит что ли Он говорит что будем на вопрос ответить Он же Подойди и подкажи мне что ты можешь Он же не уязвим для стелса Там же говорилось об этом Уф Что все заглючилось все Все зависло короче А на 4 пошла Да нормальный микрофон у тебя у него все хватит Ага это же не прямая трансляция точно Хорошо Ооо он встал Ооо он встал Встал он встал Встал он встал Встал он встал Стоп что В смысле стрим стартин сон А нормальный сон Ооо Включите стрим Я слышу что там битва но я не видел ничего Судя по битве там включилась ярость или стрелы Да это стрелы режим стрел точно Ну да ярость это фокус внизу видно что он закончился значит что он стрелял Гляньте он просто лупит и лупит он в ярости Плюс он регенится Плюс он атакует постоянно Это ебанутый капитан Плюс он щитовик сука Куда она убегаешь Он говорит мы сейчас будем использовать все скиллы из ветки призрака ну или будем сидеть наверху Она ебанутый Он говорит ну вообще то друзей не бьют А она говорит ну я в ярости типа Еще один капитан И опять он трубит в рог Сука Ооо теперь он не в ярости Блять Я только сказал сука Он опять в ярости вошел Блин он даже по площади лупит вокруг себя это круто Блин сколько злышенков оказывается было Блин сколько злышенков было А ну типа ну да А ну типа ну да Он же говорит что Глемение из тени типа работает Но типа если только ты прокачаешь скилл Видимо в чате написали типа Он реально в ярости в ярости Блин Он просто стоит в ярости О боже Классная камера Вот этого можно заклеймить со стелса Потому что он язвим стелс Ассасин Летальный убийца Ну да 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 Для засады И наносит огромный урон Блин я бы хотел посмотреть Как уроки используют против других уроков Эээ цепь Это просто классно Как они его до сих пор чувствуют Чуют Что он здесь лазит Он поставился на стеночке Ага видимо слышно как он прыгает вот это Его типа видно Можно заклеймить 9 Нет Не стреляй Он же опять в ярость войдет Сука Лебанутый Стоп а че он Не вошел в ярость от стрел Это ж ранение по идее считается Непонятно Ооо Сейчас бандой буду забивать У него огненное оружие Он читер чувак Он берсеркер во первых что Плюс читер Потому что огненное оружие Он будет поджигать других капитанов И они будут убирать мгновенно И он будет умирать мгновенно Изглите свою Эммм Что у него проблемы с микрофоном Но на самом деле все хорошо потому что я нажимаю мою бусту, чтобы это поможет блин, на самом деле, ну... сука, так хочется поиграть в неё именно что она пытается сделать, я не понимаю ооо, подожгла там в заде кто-то пришёл а, капитан догнал быстро бегает однако ааа, это ты, урод их там двое в этой части как-то замедление мало работает ну, если ты бомж, у тебя нет прокачки лука смотрите, как оно быстро заканчивается пиздец ооо, он испугался всё конец тебе гг до свидания догоняй его, дура ни хрена он прокурит хватит прокурить, алё как он бегает? он стремительный, наверное, да с 3, он дупо бокс это жесть, вообще скинь его с этого да, да, да они по-прежнему умирают с маленькой высотой скинь его скинь его скинь его а не, написано типа, что его замочили мухи прикольно то есть, получается, от падения они ну, от такого падения не бывает, что ли? если он чеет смерть и мы его снова он может иметь довольно прекрасную скарф они вообще инфект вот видите, это типа аутпосты красные точки не пропадают потом скарты ну да, пропалась красная красная зона типа пишется, видите, на карте теперь где находится капитан то есть, ну, показывается их на карте то есть, где их можно найти примерно это клево то есть, не надо открывать карту постоянно это армия это найс все для людей так, это кинжалы это взрыв как она взрывает голову без доминации по ходу так, что было не просто взрыв если бы это а это автоматически это классный спил мастхэв блин, слава богу показали как-то экиплей В общем, ребят, спасибо, что смотрели Блин, я даже как-то Мне даже как-то понравилось И как-то даже зависть Зависть какая-то, что ли И жажда какая-то тоже пропала В общем, спасибо, что смотрели Если найду еще какую-то инфу, то я скину В принципе, завтра будет ролик обязательно Я уже подготовил его Ну, я думаю, вы его все видели Но почему бы и нет Так что все равно контента мало Сейчас выходит, потому что видосов нет В общем, спасибо Ждите инфы Завтра ролик полюбаса должен быть Да, ну, конечно, если я ничего не забуду Там вся хуйня, но этого быть не должно В общем, все